Всем привет! С вами канал CeproAndroid. Сегодня у нас приложение, которое называется Bluetooth Audio Widget. Чем интересно данное приложение? Тем, что оно позволит вам вывести всех ваших устройств, которые предварительно были сопряжены. Здесь я хочу акцентировать ваше внимание и позволит ими управлять. Как-то отключать и подключать нужные устройства, переключаться между устройствами для воспроизведения, включать и отключать дополнительные профили. Давайте посмотрим, как все это дело работает. На данном этапе у меня запущено воспроизведение на наушниках Meizu EP52. Для быстрого переключения после включения дополнительных настроек вы сможете переключаться между устройствами. Теперь у меня подключены другие наушники. Как видите, здесь тоже все быстренько работает. Суть и принцип работы приложения, думаю, понятен. Если вы, к примеру, один из методов использования идете в наушниках, садитесь в автомобиль и хотите быстро переключить подключение с ваших наушников на ваш автомобиль. То есть музыка играет, вы ее не останавливаете, запускаете виджет, делаете двойной клик и устройство автоматически переподключается. Помимо всего, в приложении есть дополнительные плюшки. Как-то включение устройства с запуском определенного сервиса. Есть возможность назначить автовоспроизведение для данного сервиса. И выбрать профили подключения. Можно отключить прямо в виджете воспроизведение через наушники голосовых звонков. Отключить воспроизведение музыки. И, как я уже сказал, отключить-выключить устройство. Выйти из данного устройства. Давайте посмотрим на настройки данного приложения. И что они нам предлагают. Настроек настолько огромнейшее количество, что я, может, что-нибудь и упущу. Меню приложения полностью на русском языке. И вы всегда сможете перейти. Итак, давайте перейдем в приложение. Здесь первый пункт. Это настройки. Меню на русском языке. Еще раз. Отображать подключение профилей. Разрешить двойное нажатие. Это для переключения между устройствами. То, о чем я говорил. Переключение с наушников на колонку. С колонки на наушники. На магнитолу и так далее. Уровень заряда батареи. Здесь настройки темы. Оформление виджета. И выравнивание имя устройства. Теперь посмотрим, как все выглядит при настройке какого-либо устройства. Еще раз повторюсь. Устройства предварительно должны быть синхронизированы. И быть в списке ваших устройств в настройках Bluetooth. Иначе ничего работать не будет. Приложение не сканирует устройство к подключению. Оно просто подключает устройства, которые уже были добавлены в список сопряженных. Итак, режим быстрого доступа. Настройка, которая позволит вам изменить ярлык. И виджет будет работать просто как ярлык для подключения настроек. Это актуально, к примеру, для некоторых устройств, которые не дают возможности системе переподключаться и управлять ими. Здесь будет вот такое вот уведомление. Вы его сможете прочитать. Я не буду на этом останавливаться. Теперь перейдем к самим виджетам. Настройки виджета. Полученный режим отображает управление профилями. Если мы выберем эту настройку, у нас в настройках виджета получатся следующие пункты. То есть, вы можете здесь активировать устройство. Соответственно, оно будет подключено. И по этой же кнопке отключать ненужный вам профиль. То есть, или же, как я уже сказал, воспроизведение музыки, или звонки, чтобы вас не беспокоили при воспроизведении музыки. Здесь, думаю, понятно. Следующий пункт это плитка быстрых настроек. Включить для устройства. Ну, я думаю, на этом останавливаться не будем. Скрывать имя устройства. Выключить Bluetooth после отсоединения. То есть, если вы отключаете какое-то устройство, Bluetooth автоматически на вашем устройстве будет отключен. Активируем эту функцию. Давайте посмотрим, как это работает. Мы отключаем Bluetooth. И у нас выключился основной Bluetooth. То есть, мы деактивировали Bluetooth. Что довольно-таки тоже удобно, если вы экономите ваш аккумулятор. И хотите воспользоваться непосредственно этой функцией, как дополнительно. Здесь я включил все уведомления. Некоторые могут быть лишними для простого пользователя. Но я хочу продемонстрировать все, как работает. Так, с этим мы разобрались. Изменить значок. Для каждого виджета вы можете задать значок. Здесь есть огромнейшее количество всевозможных значков. Можете добавлять свои значки из галереи. Но тоже останавливаться не будем. Отмена. Выбирайте значок. Он будет установлен. После того, как вы настроите данный виджет, вы его можете просто через подменю приложения установить на экран. Как это будет работать? Этот виджет прикреплен. Давайте выберем другой виджет и посмотрим. К примеру, у нас есть подключение. Добавить виджет. Предупреждение. И добавляете автоматически. Отменяем. Переходим вновь к нашему виджету. Теперь посмотрим, что доступно по громкости. Установить уровень громкости для данного устройства. Для подключения и установки громкости вам достаточно выбрать, какие уровни громкости будут устанавливаться для звонков, для музыки и выбрать дополнительно установку громкости при активации данного устройства. Открывать после подключения. Какое приложение будет открываться для воспроизведения после подключения? Есть некоторые нюансики. К примеру, мы можем выбрать приложение или же поставить не выбран. Оставим PowerAmp. Далее. Играть после подключения. Эта функция доступна только для Spotify и YouTube Music. Ну, возможно, далее это будет более расширенная версия. Откройте и играйте. Если у вас не была закончена сессия, то есть приложение для воспроизведения висело в фоне, тогда вы можете включить эту галочку и после активации сессия будет продолжаться. И дополнительные условия, если устройство не было подключено и если телефон заблокирован. Так, выбор медиа проигрывателя мы тоже определились. Уведомление о подключении устройства. Включить уведомления. То есть здесь есть всевозможные уведомления от приложения. Тут тоже, я думаю, вы разберетесь. Я все повключал. Уведомления на звонки. Уведомления на... Сейчас мы подключим, чтобы меня не забанили. То есть отсюда тоже можно управлять настройками и отключать ненужные элементы. К примеру, отключить воспроизведение музыки. Отключить воспроизведение голосовых звонков. Уведомления с выбором активного устройства. Так, тоже здесь, я думаю, будет понятно. Детали кодека. Ну, здесь немножечко есть небольшие косяки. Не показывает частоту дискретизации. Не показывает биты. И еще хотел бы заметить здесь. У меня почему-то не показывает в настройках Meizu EP52. Не показывается кодек от Qualcomm. Показывается только SBC кодек. Ну, косячок небольшой. Возможно, автор потом исправит. Или же я что-то не активировал. В любой момент, если вы где-то накосячили, можете сбросить настройки виджета. Так, вернемся к нашим баранам. Ну, я думаю, что все здесь понятно. Основная суть это быстрая работа. Переключение между устройствами. И помимо всего, есть еще дополнительные настройки. По настройке цвета виджета. Здесь вы можете включить и отключить. Выбрать цвет для виджета, который будет отображаться, если устройство отключено. Если устройство подключено. Изменить цвет заголовка. Значка. Все иконки. В общем, здесь все понятно. И также задать прозрачность данного виджета. На мой взгляд, приложение довольно-таки интересное. Еще раз скажу, что основные функции это переключение быстрое между устройствами. Переключение для того, чтобы отключить или переключить какой-либо профиль. И, соответственно, контроль за вашими устройствами. Добавить виджет можно еще через меню виджетов. Вам необходимо выбрать виджеты. После чего найти данное приложение в списке активных виджетов. И вытащить ярлычок. После того, как вы будете вытаскивать ярлык. У вас будет меню, которое позволит вам выбрать, какое устройство будет добавлено. Давайте просто активируем виджет для подключения персонального компьютера. Еще раз повторюсь, Bluetooth должен быть подключен. Устройство должно быть предварительно сопряжено. Вот на данном этапе у меня подключился персональный компьютер. Отключаем его. Как видите, приложение довольно-таки интересное. Позволит вам быстро управлять своими устройствами. Переключаться между ними. Активировать, деактивировать профили. Еще раз повторюсь, что приложение бесплатно. Ссылка на приложение будет в описании видео. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч!